Здравствуйте, уважаемые земляки! Сегодня мы с Максимом представим вашему вниманию небольшой репортаж о акционерном обществе в племенном заводе Улан-Хич. Итак, по результатам 20-й сессии Народного фурала, несколько депутатов Народного фурала обеспокоены ситуацией по племензаводу Улан-Хич, а именно о том, что директор племензавода Джангаев намерен продать 15 тысяч поголовья, решили провести проверку по данному факту. После этого депутат Народного фурала Аслан Борисович Кузьминов направил соответствующие депутатские запросы как в Министерство земельных и имущественных отношений, так и в Министерство сельского хозяйства Республики Халмыкия. В ответ министр подземельно-имущественных отношений Анди Атриачиев предоставил Кузьмину документы, касающие продажи указанного количества поголовья. И что самое интересное, то что Минзем, как учредитель данного предприятия, племензавода, был против продажи указанного поголовья и также вошел в переписку с племензаводом, так и с Министерством сельского хозяйства. При этом необходимо отдать должное министру Анди Атриачиеву. Он намеревался опубликовать данные сведения, чтобы они стали достоянием общественности, чтобы информация по данному поводу не была в социальных сетях искаженной. Итак, и после этого, как мы ознакомились с перепиской, Аслан Борисович нам предоставил, мы со составе комиссии, да, так сказать, депутата, заместителя председателя Народного хурала Николая Евгеньевича Нурова, депутата Народного хурала Аслана Борисовича Кухминова и Максима Сайденова, канал Дан Онлайн, направились в Улан-Хич посмотреть реальную картину происходящего. Акционерная общество племенной завод Улан-Хич является собственностью республики Калмыкия. Согласно выписке из единого государственного юридического юридического лица, его учредителем является республика Калмыкия, а органом государственной власти, который выступает от имени учредителя, является Министерство земельных и имущественных отношений республики Калмыкия. К чему я это говорю? К тому, что было очень много комментариев в соцсетях о том, что депутаты не должны лезть в деятельность хозяйства, поскольку это акционерное общество, извините. Дорогие друзья, я здесь парирую и говорю то, что Улан-Хич является собственностью республики, учредителем является республика и депутаты. Согласно закону статьи 6 закона Республики Калмыкия о Народном хурале Республике Калмыкия, Народный хурал осуществляет наряду с людьми и полномочиями органами контроль установленного порядка распоряжения имуществом Республики Калмыкия. То есть Народный хурал является распорядителем имущества Республики Калмыкия, то есть собственником. Таким образом депутаты представительного органа имеют право проводить проверки, выяснять, выезжать с целью ознакомления с деятельностью данного хозяйства. В связи с этим мы туда выехали в таком составе. Необходимо отмечить, и это очень важно, дорогие друзья, то что у премзавода Улан-Хич есть свой, как и у каждого акционерного общества, есть свой совет директоров. И я хочу отметить то, что одним из членов данного совета директоров является Хасиков Владлен Александрович, что опять же подчеркну борьба с кланами у нас ведется таким образом. Начнем все сначала. 14 мая на сайте главы Республики Калмыкия сообщается, что распоряжение Министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Калмыкия руководитель одной из крупнейших животноучных хозяйцев Калмыкия. Кремзавода Улан-Хич назначен Батта Джангай. Сегодня коллектив у предприятия его представил руководитель администрации главы Чингис Бериков. На встрече также присутствовал Максим Минкнасунов, руководитель направления АПК Внешэкономбанка. Республика возлагает большие надежды на премзавод Улан-Хич, который должен стать локомотивом АПК Калмыкии. На его примере можно будет наглядно продемонстрирует, что сельское хозяйство высоко рентабельно договорилось во время встречи с коллективом. У племзавода не мало успехов. В этом передовом сельхозпредприятии сейчас содержится более двух тысяч голов крупного рогатого скота и более 50 тысяч овец. Здесь необходимо отметить, что Максим Минкнасунов на тот период не был еще министром сельского хозяйства, был руководителем какого-то департамента Внешэкономбанка. Однако участвовало в представлении Джан Жангая и со слов местных жителей Минкнасунов характеризовал его как опытного хозяйства. О новом руководителе премзавода известно, что он родился в поселке Яшков. В 1998 году окончил Российский университет дружбы народов по специальности экономика и управления народным хозяйством. Имеет богатый опыт в сельскохозяйственной отрасли, работал на начальниках кредитования малых форм в акционерном обществе Российский хозбанк, заместитель министра сельского хозяйства Республики Калмыкия, советником председателя правительства Республики Калмыкия по вопросам АПК, главным специалистом управления ветеринарии Республики Калмыкия и начальника управления городского и административного технического контроля администрации города Республики Калмыкия. Также необходимо отметить здесь то, что Джангаева коллективу представлял Чингис Беликов. И как нам стало известно, что Джангаев и Беликов являются одноклассниками и почему-то об этом замалчивается. И я считаю, здесь сразу прослеживается то, что Батер Джангаев является креатурой Чингиса Беберика, то есть его человек, со своими словами. Итак, после назначения Джангаева директором период засыпки, пандемии, саранчи в социальных сетях, а особенно в паблике Доскопозоров ВКонтакте, которые имеют большое, самое большое количество подписчиков, стали появляться посты с многочисленными комментариями о непростой, сложной ситуации в хозяйстве. И также мне, Максиму, было очень много сообщений, звонков о том, что в Улан-Хитче творится бардак, и нас неоднократно просили выехать и сделать репортаж и показать реальное и активное происходящее. Даже Максим Цыгена в своей передаче, как я слышал однажды, публиковал видеоматериалы, которые прислали ему неизвестные лица, но при этом прокомментировали, что это из животноводческой стоянки премзавода Улан-Хитч. 18 декабря 2020 года я, совместным депутатом Народного хурала, заместительным председателем от Коммунистической партии Николая Надмениевича Нурова, депутатом Народного хурала от партии Единой России, Асланом Борисовичем Кусминовым и Максимом Цыгеновым, поехали, посетили премзавод Улан-Хитч. Необходимо отметить, что за день до этого в премзавод был назначен новый исполняющий должности директора премзавода Неджиев Неджиевич, которого коллективу хозяйства представил министр сельского хозяйства Максим Никасун и глава Яскульского района муниципального образования Савар Мушаев. Хочу отметить, что в нашем распоряжении имеется аудиозапись данного представления, данной встречи, где Мушаев, Савар Григорьевич нелестно высказывался в отношении депутатов, то есть говорилось о том, что депутаты хотят поднять бучу и вот сейчас мы предоставим вашему вниманию часть этих разговоров. Я вам сразу скажу, пока я буду на этой должности, я буду максимально стараться, предприятие помогает. Поэтому хочу обратиться к коллективу, представить исполняющего обязанности, директором Саварова Гриньевичу, опыт у него богатый и по временной работе, образовательный, соответствующий год. Поэтому в сегодняшний день у вас новую помощь. Сейчас мы потеряем, в каком основе? 23 лет по-разному. Можно за каждую неделю драться. От себя также добавили руководство, если мы будем с помощью поддерживать людей, мы буквально в понедельник в голове будем развивать. Это наша рекомендация, чтобы нам было полностью поддерживать. Отдельные депутаты, которые желанием посетить хозяйство, промерить сами промерки или что. Ну, по-русски, по-честному, они от них сейчас входят с уважением, как депутатный корпус, но пока от них польза как приходит. Ну, в отношении они приедут, посмотрят, а дальнейшие действия, я, например, как глава районки, не вижу, что от них, какая от них будет. В отношении с ним не все входят, вот, Макс Анатольевич, может быть отраспорных детей, но от него приедут, пока там благодать будет. А их ничего такого не будет, просто это будут лишние палки, раздора, хаоса между коллективом и руководством республики. И районам, да, это выбрать. В любом случае, может быть, они и приедут, ну, мы с Макс Анатольевичем, что же обсуждали, мы будем еще раз, еще раз обратить на объект. Опять же, совсем уже не депутатский корпус, но пока они просто будут лучше хотят нанести, а результат оттуда такой. Если какие вопросы возникнут, обращаются, тогда мы можем ответить на все вопросы. Согласен, депутаты, депутаты, но наша задача номер один – это пойти зимой. Вот Джангай, вот, это он пока временно, он болеет, или вот, на этот период имел директора, или он совсем уже временно исполняющий директор. Или на постоянную основу, да? На постоянную основу у нас директор. Держи Миреевич, пока исполняющий обязанности, но какие-то верия. Мы все переживаем за здоровье, за тем, что вам как можно быстрее восстановить. А он вас и мной цикл придет? Вы прекрасно понимаете, что для руководства этих предприятий должен быть человек, у которого крепко... Исходя из... Что вам нужно делать? Понятно. Он должен быть крепким, хозяйственным на земле. Тоже сам пойдет по точкам, всех овес пересчитает, каждый чуть-чуть сену здесь. Как будет, товарищ, восстановиться, мы обязательно место в строю. Там у него опыт богатый. Я готовлюсь в своем министерстве. На руководящий должность его готовы рассматривать. Как экономисты, финансисты, сыграть вам воды, каких людей это вспомнит у нас мало? Мы это ценим. Изначально, когда представляли вы Сангаева, Павел Николаевич, тоже вы говорили, эффективный, как бы сказать, хозяйственник. Но за полгода, можно сказать, ничего нового не сделал. Давайте так. мы ответственность не будем сваливать на одном счете. Тут помимо него есть и вы. Я тут в том состоянии, в котором с хозяйством ходит, это не вина, мать, товарищ, одного. Это вина всех здесь сидящих. Понимаете? Я тут не снимаю ответственность и с руководства района, и с муниципоза, и с колонок. Это общая вина. Кто-то больше сидит, кто-то меньше. Виноваты все. Сейчас, мы с ним на это смотреть уже не надо. Конечно. Это уже все. Давай не двигаться дальше. Также необходимо отметить, я считаю, что это очень важный факт, опять же, борьба с клановностью. Меджи Ильич является зятем министра сельского хозяйства Максима Минкнасонова. Я считаю, что необходимо на это обратить внимание. Однако, недавно ознакомился с его биографией. Он действительно хозяйственник. Он действительно длительное время работал за техником. В одном из тоже крупных хозяйств Яшкутского района является, являлся депутатом Яшкутского сельского муниципального образования. И являлся главой крестьянско-фермерского хозяйства. Ну, успешно. Главой крестьянско-фермерского хозяйства, который вел свою деятельность на территории Яшкутского района. Итак, 18 декабря мы прибыли на территорию хозяйства, где познакомились с директором Меджиевым Эдмиром Эдмиром Эджеевичем. Да, действительно, Эдмиром Эджеевич и сотрудники премзавода были немного удивлены, с опаской смотрели на нас. Но Николай Эдмирич, как старший в нашей компании немного отнесся к этому с пониманием. И после этого, поговорив ко мне в 10-15, мы поехали дальше смотреть те объекты, которые нас интересовали. Итак, после встречи с директором на мою просьбу предоставить нам одного человека в качестве сопровождающего, чтобы показал нам, где находятся животноучестные стоянки, где находятся интересующиеся нас объекты, для того, чтобы показать, посмотреть реальную картину происходящего, Эдмир директором отказал, ссылаясь на занятость сотрудников, на его занятость. Но я действительно тоже вошел в понимание, но немножко у нас там был разъем на повышенных тонах, я перед людьми и женщин в этом не покажу. Извиняюсь, поскольку, да, я думаю, что он был немножко не готов и недоумевал моим, ну, чуть-чуть, наверное, грубым отношением к ним. Вот я перед вами на директорном. Итак, после этой встречи мы направились на территорию строя части, поскольку у нас имелась информация о том, что на территорию хозяйства прибыло порядка двух тысяч голов овец, которые находились на выпасах на территории Прудовского, на Интохинского СМО, на животнооческой стоянке, которая принадлежит Чемиду Николаевичу Джангаеву, да, братишке директора Бадры Джангаева. Нам поступила такая информация и мы направились на территорию строя части. По словам работников социерхозпредприятия, которые попросили, чтобы не называли их имена и фамилии, нам стало известно, что на территорию Прудовского СМО, на животнооческой стоянке Чемиду Джангаева, было выведено порядка шести тысяч голов овец, а вернулось всего две тысячи, около двух тысяч. Посмотрите, пожалуйста, кадры и так же со слов этих людей нам известно о том, что ежедневно идет падеж этого поголовья, это ярочки прошлого года, идет падеж этого поголовья примерно от тридцати до пятидесяти голов ежедневно вывозится на скотомогильник, который находится рядом. также я бы хотел бы обратить внимание на то, что эти овцы находятся на подкормке, им дают комбикорма, вы увидите на видео то, что расположены кормушки и так же сена. Но я не специалист, но люди, которые разбираются, сами местные жители говорят, что такое сено не подходит, это камыш для такой породы грозненский неринос такое сено не подходит. Эти животные они очень привередливые карман и кушают в основном то, что они привыкли. Итак, к вашему вниманию в видео. Если внимательно посмотреть на указанный сверхоз животных, то у некоторых можно увидеть определенные проплешины в шерсти или отсутствие шерсти, и местные жители, работники, которые с нами были, они сообщили, что это животные кушают шерсть друг друга. То есть, это говорится о том, что указанные сверхоз животные были вывезены на выпаса, где они должны наоборот прибавить вес и сохранить свои качества. Однако вернулись они совсем слабые и сейчас новому руководству, новому экзеректору приходится спасать данные поглубки. Также я считаю необходимым пояснить то, что я встречался с чимидом джангарем по данному поводу, мы с ним встречались дважды вчера утром и после обеда и на мой вопрос о том, что куда делись остальные четыре тысячи голов овец, чимид мне сообщил, что все было продано, продано через богатерию предприятия, то есть документы, все по документам чисто. Но я этих документов не видел и утверждать не могу, что там была какая-то нелегальная продажа, нелегальная продажа, но информация у меня такая, то есть что я знаю, что я узнал, я и вам сообщаю. Далее мы поехали на территорию животноводческой стоянки, одной животноводческой стоянки, где встретились с чабаном, старшим чабаном хозяйства, который нам сообщил, что сельсельхозживотных у него практически уже нету на территории Кашар, в базу стоят 80-90 голов овец, и самое возмутительное то, что этот чабан нам сообщил, что где-то за дня 3-4 назад руководство хозяйства приказало им в срочном порядке избавиться от падежа, то есть уничтожить трупы сельскохозяйственных животных. На указанной животноводческой стоянке мы обнаружили небольшую кучу недогоревших тел животных, приставляем их вашему вниманию. Также хочу отметить, что на этой животноводческой стоянке корма практически отсутствует и сам Таша Чабан нам об этом пояснил. У него находилось около 600 голов овец, 400 из которых будут проданы ранней осенью и 200 голов, около 200 голов пропадежа. Остался его личный скот, то есть ингосельство. Далее мы поехали на следующую животноводческой стоянку, находящуюся рядом с предыдущей. Там, как оказалось, скота нету, скот был переведен, стоял крупный, рогатый скот, который был переведен в другую местность, на выпасы животноводческой стоянки была закрыта, никого не было, после чего мы поехали дальше. люди присутствовали, скота мы не видели ни сожженных тел, ни сена, ничего. По всей видимости, также все сверхозживотные были вывезены на выпасах, но вашему вниманию мы предоставляем запись скот-коптера и делайте выводы, смотрите. Далее мы прибыли на животноводческой стоянку, расположенную на территории первой фермы. Здесь необходимо отметить, что все в порядке. Старший Чабан, естественно, хотелось, чтобы мы не называли его имя, но я, мы, как в составе своей делегации, были очень удивлены, то, что все количество поголовья у нас сохранено, около тысячи голов стоят овцематок, овцематки покрыты и готовы к кокоту, и сам старший Чабан отбивает слабых овец и подкармливает их. При этом он сообщил, что по его многочисленным просьбам, по его требованиям руководства плензавода привезло, завезло ему корма, то есть сена, завезло ему корма, зерно, и он сейчас этими кормами пользуется. Здесь я бы хотел бы сделать такой вывод, что многое зависит от самого Чабана, который относится к добросовестному своему труду. я бы отметил то, что если то есть очень большая разница между тем, что творилось на предыдущих животноводческих стоянках, на которых мы были, и на вот этой. При этом необходимо сообщить, что этот Чабан сообщил, что нежелательно было бы пускать баранов на овцематок, то есть покрывать овцематок, поскольку такая зима со состоянием овец может привести к гибели как ягнят, так и самих овцематов. Но руководство настояло и все-все-вот таки пришлось пустить клену баранов для осеменения. Но меня лично очень порадовало то, что есть такие чабаны, которые очень ответственные, очень трудолюбивые и очень основательно относятся к своему делу. Животноуческая стоянка полностью исправна. Построена новая кошара, накрыта. В кошаре тепло. Мы заходили и все смотрели. В кошаре хранятся корма. Даже уже есть части раннего кота, два-три ягненка. То есть этот чабан к зимовке полностью готов. Правда, сообщает, что может быть сены чуть-чуть не хватит, но надеются на руководство, что они помогут его атаре дальше жить и выйти зимы с плюсом. после после этого мы прибыли на одну из самых дальних животноводских стоянок первой фермы, где находилась отара овец. По словам чабана находилась отара овец. Однако мы обнаружили на ее территории в базу стоят около 50 голов овец, коз. в сеноваде мы обнаружили трупы сельхосодиательственных животных, т.е. трупы этих овец, и также недалеко от животноводческой стоянки небольшая куча недогоревших трупов сельхосодиательственных животных. Также здесь бы хотелось обратить внимание на то, что кормов мало, стоит старый скирк сена и по словам этого чабана, который находится на этой животноводческой стоянке, руководство, прежнее руководство предприятия ссылалось на то, что у вас же есть сено, кормите этим сеном, но мы показываем вам кадры этого сена и обратите внимание, да, чуть-чуть хозяйство завезло, но как видите бы упадешь, ничего, практически ничего на животноводческой стоянке не осталось. Также хотел бы обратить внимание на то, что крыша кошара имеет большие отверстия, то есть дыры, при этом со слов работников этого предприятия они предупреждали руководства, они предупреждали директора о том, что необходимо где директора подлатать крыши, однако они эти крыши латают камышевыми матами, но директор их не выдал, несмотря на то, что эти камышевые маты лежат, находятся на территории строя части. Там территория очень огромная, и мы проезжали мимо животноводческих стоянок, и 2-3 кошары, которые имеют большие дыры в крышах, я заметил, мы на это обракали внимание. Кроме этого, проезжая мимо животного стоянка, стоянок, в основном пустых, на которых скота нету, поскольку они ухли неогнового паса, мы обнаружили то, что сена практически нету, хозяйство сену не заготовило. Местные жители нам сообщили, что хозяйство занималось заготовкой кормов на территории Целинного района и также на территории Кеченевского района. По словам опять же местных жителей выходит то, что работало две бригады и заготовили очень много кормов сена. Однако по их же словам это сено до них не доехало, до хозяйства не доехало. Сено продавалось сразу на месте, куда оно ушло, кто и как продавал, нам неизвестно. Я вчера также по этому поводу разговаривал с Шинидом Джангайем он чинит мне, сказал, что там есть бригадир, бригадир с его космой бригадой, он этим и занимается. Но кормов недостаточно, это однозначно. Далее мы поехали на животную ручку, стоянку, также на которой сход не находится, есть небольшое поголовье овец, это частные овцы чербана, и когда в ходе разговора помощник братишка того, кто здесь работает, сообщил, что здесь стоит гурт, там есть определенное количество сена, гурт ушел по-моему в Новозрадскую область или Малодель-Битовский район, и это сено стоит и ждет когда этот гурт вернется. То есть по моему мнению, да, я опять это ненесу за свое личное мнение, это сено в такой сложный период можно было определить по тем животноводческим стоянкам, где вообще его не было в последствии период заготовки, сейчас они приобретают корма, довезти на те животноводческие стоянки, где сельхозживотновения сегодня отсутствуют и чтобы потом завести, подготовиться к их приезду. Почему местные жители возмущаются отсутствию кормов, поскольку да, сообщают, что якобы с их слов по документам сено заготовили много и соответственно они получили соответствующую зарплату за заготовку определенных прорисов кормов. Однако, на территорию племзавода то количество, согласно которому они получили заработанную плату не прибыло. Опять же, поскольку нам новый директор не предоставил документы, мы я не могу это полностью уверенно утверждать, но мы делаем так со слов местных жителей. Да, я житель совхоза Улан-Хечи, являюсь депутатом от народа. Что хочу сказать? Вот до мая месяца наш совхоз был стабильный при дирекции Сангадживы Диангра Александровича. Мы получали зарплату и все мы были трудоустроены. Следствие, как только как снег, ой, как гром среди ясного неба нам поменяли директора. Прошел Диангай Аккубатор Николаевич и с ним вместе его брат Чингис Николаевич Нива Диангаева. Что стало у нас? Все лето, засуха, все понимаем. Заготовки сена не было, кормов вообще не было. Скотина наша в данный момент кудая, по точкам тоже большой падеж идет. Это говорит о том, что действительно, как он сказал, он не руководитель, он был чиновником. Он сказал, я чиновник. Так оно и есть. Он чиновник в сельском хозяйстве, который совсем не разбирается. Ну и данный момент то же самое. Зима еще впереди, на точках сена нету. Мы, население, тоже страдаем, покупаем. Тридорого, приходится все это брать. Но свое есть свое, а совхозное тоже хотелось, чтобы сохранили, чтобы мы здесь дальше продолжали жить и было у нас какое-то хозяйство. То, что есть, хоть сохранили бы они, это радость, конечно для нас. Вода вроде бы у нас родниковая есть, которую мы покупаем. Но тем не менее мы живем. А если не будет хозяйства, наш совхоз тогда рухнет. Это не хотелось бы нам. Хочется, чтобы все было хорошо. Вчера приступил новый директор совхоза, молодой тоже сказали. Его мы не знаем еще. Ну, раз он, как объявили, что он за техник, я с тобой думаю, что может быть что-то поправится. Хотя бы то, что есть, сохранили бы. И на том спасибо. Ну, может и совхоз поднимут, попробуют. Ну, население у нас небольшое, у нас 100 дворов. Люди живут, вроде бы, ничего, стабильность какая-то. Вот при народе каждый старается по себе, конечно, что-то иметь. Зачем мы живем на селе? Чтобы подержать одну-две коровы, подоить ее. Весной мы всегда доим. Вот. А то, что сейчас, в данный момент, по точкам у нас, беда, это, конечно, мы не по словам. Бывает, заезжаем к друзьям, товарищам, мы видим, что-то творится на точках. Вот недавно я писала в Вайбере, ищу ковры-паласы негодные, дайте, пожалуйста. Вот, думала, что если соберем, есть у нас друг, хотя бы обить что-нибудь, чтобы не было тепло. Что надо овцам? Чтобы было тепло, сено и кору, конечно, вода, надо тепло. А так, что они под открытым небом, просто, это неправильно, я так думаю. Я бы сделал следующий вывод, о том, что, да, действительно, племзавод Улан-Кейдж, бывший флагман республики Калмыкия в сельскохозяйстве, сейчас в упадке. Я понимаю засуха, я понимаю саранчан, но на примере одного чабана можно было отнестись серьезно к своей деятельности, можно было сохранить часть поголовья. Сейчас, по словам местных жителей, выходит о том, что процентов 30-40 всего поголовья, а это 50 тысяч человек, то есть общая поголовь 50 тысяч человек, 30-40 процентов поголовья уже не, не, нету, уже падешь. Необходимо сохранить совхоз, поскольку совхоз является северообразующим предприятием. очень красивое все село, установлен памятник Чингисхану. И также местные жители нам говорят так, что отец Максима Менихнасунова, Менихнасунова Петр Паштович, возродил совхоз, предал ему славу, а его сын его, наоборот, убил. Так и говорят, как совхозы. И самый главный вывод, который делал я, я также вчера об этом говорил, с Шемидом Джананграевым, по моему мнению, специально, Батернин Николай Джананграев, он у нас болен сейчас, я желаю ему здоровьего выздоровления, он у нас болен, он дает оба инсульта, он болеет сахарным диабетом, и, по моему мнению, специально был назначен человек, который болеет, для того, чтобы убить Оланг Хейдж и чтобы продать его с малашка. Я думаю, так вот. Специально был выбран человек, на которого потом повесят всю вину, и который будет за это печать. Кроме этого, чтобы знать до конца полную картину происходящего, мы с депутатом Асланом Кухминовым и Максимовым Судьяновым поехали на территорию Крудовского Смова на животноводческую стоянку, где находились вот эти 6 тысяч гологолов овец и 380, по-моему, голог крупно-рогатого скота при негрязыче унхичам, ну, сухожый унхич, это животноводческий стоянка Чемиды Джангайла, также мы там встретились с Чемидом, мы встретились с Чемидом, там находились работники племзавода унхич, поскольку там до настоящего времени находится крупный гологатый скот в количестве по-моему, 300 гологолов, и мы увидели шла погрузка, шла погрузка на Камазы, со слов водителя Камаза данный скот был направленный, они данный скот повезли на бойню, на бойню, да, действительно, мы поехали за ними, посмотрели, электромат заехал на бойню, для чего это делается, может, это слабый скот, может, это идет все через скот я не знаю, но как представители хозяйства так и Чемид Николаевич нам ничего не ответил, хочу отметить, так же, мы с Ингидом хорошо знакомы, мы с ним договорились, есть, потом так же провести с Ингидом и после этого попить чаю и пообщать, то есть, мы еще раз подчеркиваю, мы открыли для всех, мы хотим транслировать только правду, как на самом деле есть, предоставите нам документы, предоставите нам другое мнение, мы тоже будем это транслировать, мы тоже будем об этом говорить, спасибо, дорогие друзья, еще раз сделайте выводы, все-таки поскать мне. Команда канала ЗАНОнлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо, благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цеденов.